Мне нужен тот, кто укажет мне мой путь в этом мире. Очередные звездные войны. Очередная баблодойка. Вот в моем детстве это было нечто волшебное. Нечто прекрасное. А сейчас ничего святого не оставили. Раньше было лучше. Именно так говорили фанаты оригинальной трилогии в 2000-х. Именно так говорит мое поколение сейчас. И именно так будут говорить современные дети в будущем. Привет любителям хорошего кино. Меня зовут Дмитрий Батицкий. И сегодня на примере Звездных войн я бы хотел поговорить о синдроме «Раньше было лучше». О том, в каких случаях стоит давать новую жизнь франшизам, а в каких это делать крайне нежелательно. Да и вообще, чего ждать от нового фильма. Несколько лет назад, когда Дисней приобрел права на Звездные войны, я был немного поражен. Ведь меньше всего мне бы хотелось, чтобы из Звездных войн сделали очередной диснеевский мюзикл, в котором лесные зверушки наряжают Дарта Вейдера в его одеяние. Но когда я узнал, что Дисней планирует каждый год выпускать по одному фильму из серии Звездных войн, вот тут у меня уже реально бомбануло. Естественно, Диснею необходимо было отбивать потраченные бабки. И чтобы это удалось, они начали тратить еще больше на рекламу. Естественно, в кино я не пошел, но я следил за реакцией аудитории, и недовольных было много. Но меня насторожило то, что седьмой эпизод детишкам очень понравился. «Ну это же дети!» – утешал себя я. «Чего они вообще понимают?» Но все же этот момент заставил меня призадуматься. Спустя какое-то время шумиха утихла, фильм появился в сети, и я, отбросив все предубеждения, постарался оценить картину максимально объективно. И вы знаете, а не так уж и плохо вышло. Да, у фильма есть свои проблемы. Да, сюжет местами копирует четвертый эпизод. Да, здесь есть целый ряд клишей, ощущения тесного мирка, рояля в кустах. Но это вообще не напрягает. Я заметил, что весь сюжет работает как один огромный механизм. Действие развивается довольно гармонично. Фильм отлично передает необходимое настроение, даже, казалось бы, не присуще Диснею. Как результат, я неплохо провел время. Да и к тому же я узнал, что эпизоды будут выходить раз в два года, в перемешку со спин-оффами, на радость старым и самым преданным фанатам. А значит, мне все так плохо. Пересмотрев седьмой эпизод спустя еще какое-то время, я понял, что это мой любимый эпизод. Да-да, вы не ослышались. Именно пробуждение силы вызывает у меня больше положительных эмоций, чем любой другой эпизод. А знаете, почему так? Да потому что фильм изначально был хорош. Единственное, что изменилось за все это время, это мое восприятие. Фильм прошел проверку временем. Сейчас самое время перевести дух. Возьмем для примера стариков. Да любой вам скажет, что раньше было лучше. Вот прям все было лучше. Ах, какая раньше музыка была. Не то, что это ваше тыц-тыц-тыц. Фильмы были лучше, воздух был чище, трава зеленее. А как мы любили. Естественно, все было лучше. Ведь это была ваша молодость. Это были лучшие годы вашей жизни. Просто мир постоянно меняется. И ты со временем перестаешь за ним успевать. И однажды ты все-таки выбиваешься из ячейки общества, которую раньше занимал, и перестаешь вообще что-либо понимать. И вот тогда начинает проявляться синдром раньше было лучше. Мне в комментариях советовали прокашляться. Так вот, ни хрена. И это касается не только стариков. Вот вспомните, у каждого из вас в жизни был такой момент, когда вы говорили, блин, вы видели, какие малые офигевшими стали? Вот мы такими офигевшими точно не были. Еще как были. Только вы себя со стороны не видели. И это не отложилось в вашем восприятии. Я заметил, что чем больше человек утверждает, какими офигевшими стали малые, тем более офигевшим был он сам в их возрасте. Если вы до сих пор мне не верите, откройте переписку ВКонтакте и посмотрите, что вы писали год назад человеку, который вам нравится. Боже мой, каким дебилом я был. Как я мог такое написать? Ну сейчас-то хоть я гораздо умнее. И так каждый год. Также из-за этого эффекта возникает проблема отцов и детей. Им трудно понять друг друга, ведь у них голова работает совершенно по-другому. У каждого поколения свои интересы, свои приоритеты и свое восприятие. И это нормально. Это жизнь. Звездные войны. Здесь все то же самое. У фанатов оригинальной трилогии сложилось свое видение того, какими должны быть Звездные войны. Но время не стоит на месте, все меняется. И делать новые картины точно такими же, как и предыдущие, мало того, что не имеет никакого смысла, так еще и попросту не получится. В 99-м первый эпизод сильно отличался от того, к чему привыкли фанаты. Поэтому они его и возненавидели. А вот я и остальные дети были в полнейшем восторге. Вы просто вспомните тот момент, когда Дарт Молл выпустил вторую часть Светового Меча. Это был просто шок. Первый эпизод – это одно из ярчайших воспоминаний моего детства. Пусть второй и третий эпизод были так себе, но у нас выработались яркие ассоциации со Звездными войнами. Точно так же, как и у ребят из 80-х. И точно так же наше поколение считает, что современные Звездные войны скатились. А современные дети в восторге. История повторяется. Теперь вы понимаете, что все зависит от восприятия. Многие ругают седьмой эпизод за то, что он копирует четвертый. Мол, ничего нового придумать не можете. Алло! Вы там что, совсем ебобо? Поверьте, у них было множество вариантов развития сюжета. И я считаю, что они пошли на этот шаг осознанно, чтобы понравиться не только детям, но и вызвать ностальгические эмоции у их родителей. Пусть даже, если они поймут это лишь со временем. И мне нравится этот ход. История циклична. В седьмой части полно отсылок к предыдущим эпизодам. И это позволяет посмотреть на всю историю с нового ракурса, придать значимости как старым, так и новым событиям. А также чуть сблизить новых героев со зрителем. И как я уже сказал, седьмой эпизод стал моим любимым, так как он совмещает в себе и отличный сюжет, и отличную визуализацию, а также расширяет представление о добре и зле и показывает нам хорошую драму, героям которой хочется сопереживать. И теперь я полностью доверяю Диснею. Потому что когда кинофраншиза возвращает к жизни талантливая команда, которая любит свое дело и относится с уважением к истории, то получается достойное продолжение. И именно в таких случаях можно и нужно возвращать к жизни старые кинофраншизы. А вот как раз в тех случаях, когда студия хочет заработать вовла, пользуясь былой славой кинофраншизы, вот тогда-то и появляются такие фильмы, как Пила 8. Не надо так. Здесь тоже есть фактор восприятия, но и на деле создатели показали довольно низкий уровень. Кстати, мы уже работаем над подробным разбором 8-й пилы, и он выйдет после того, как фильм появится в качестве. Так что подписывайтесь, и будем ждать этого момента вместе. Восьмая часть должна ответить на такие вопросы как Кто является родителями Рэй, которые наделили ее огромной силой? Кто родители Фина? Чувствителен ли он к силе? И каково происхождение верховного лидера Сноука? К сожалению, так сложилось, что восьмой эпизод будет последним фильмом с участием Кэрри Фишер. Очень хотелось бы, чтобы с ее персонажем, генералом Леей Рогана, попрощались достойным образом. Восьмой эпизод, в свою очередь, будет отсылкой к пятому. Теперь Люк будет обучать Рэй подобно тому, как его обучал магистр Йода. Но очевидно, что история потечет немного иначе. Я не люблю завышать ожидания, но сейчас я уверен, что новый эпизод будет ярким, захватывающим и впечатляющим. И я очень надеюсь, что со временем сага не превратится в баблоконвейер. Я жду, что после девятого эпизода наступит небольшая пауза, для того, чтобы мы могли переварить происходящее и немного соскучиться по саге. Также было бы неплохо, если во время перерыва начнется новая история в рамках этой же киновселенной. После просмотра фильма я, возможно, захочу сделать на него обзор. И если вы хотите его увидеть, то пишите в комментариях, жду обзор фильма. Так я пойму, что вам действительно интересно. И чем больше будет комментариев, тем более подробным будет обзор. Вот такой вот немного философски получился выпуск. Если он вам понравился, смотрите мои другие видео вот по этой ссылке. А также подписывайтесь на канал. Будем видеться чаще. И помните, я не навязываю вам любовь к «Звездным войнам». Более того, я уважаю тех, у кого есть своя четкая позиция, пусть даже она в корне разнится с моей. Но остальным же я рекомендую почаще давать шанс тем событиям, которые могут вызвать у вас приятные эмоции. Смотрите фильмы с сердцем, но мозг не отключайте. Продолжение следует...